Тоже для примера, Google выстреливает чат Типити. Что происходит в Google? Они вот до этого там сейчас сделали кучу реформ. Они уволили там 10 тысяч программистов, там еще что-то там. Печай этот просто, ну, понял, что уже организация не живая. И он там решил, значит, устраивать эту дискуссию. Выходит чат Типити. Два человека приезжают в офис. Брин, которого уже 5 лет не видели, и Пейдж, которого 20 лет не видели уже. Потому что когда вот такого рода неопределенность, ну, как бы понятно, что ты не можешь менеджеру отдать задачу. Ты не можешь просто сказать, ну, это твоя функциональная обязанность, отвечай. Тем более, что сейчас все выгоревшие, все не понимают вообще, зачем это им все, куда они едут, чем это все закончится и так далее. И только социальное объединение под задачу, под вызов, это будет работать. Если мы все равно каждый по своей хате, ну, как бы нас отдельно в каждой хате и, так сказать, приконтропутят это новое и дивное время. В общем, стратегическое мышление в нынешней ситуации без банды, это история сложная, мягко говоря. Нет, ну, стратегическое мышление как инструмент, оно может работать. Как такой простой навык? Три вопроса. С точки зрения успеха компаний, стратегическое мышление – это наличие единомышленников, которые пошли на охоту за конкретным, может быть, не вполне определенным, потому что сейчас трудно определить, но они пошли на охоту, и дальше они найдут. Какая вероятность дичь выследить, когда вы один пошли на охоту или когда вас пошло пятеро? А когда один выследил, какая вероятность, что вы заварите эту дичь, если вы один и если у вас пятеро? Ну, логично. И это глубокая эволюционная история. В нас это зашито. Мы все время думаем, что мы можем что-то как-то правильно поназывать, там, должности, президента, предпрезидента, правления, управления, консультативный совет, венступили. Так не работает вообще. Так работает, как все хорошо, и все само едет. В ситуации, при которой все меняется, со скоростью, которую никто не может осознать, правда состоит в том, что никто не может осознать скорость изменений, происходящих сейчас. Такой подход просто смерти подобен. Организация, банду под задачу. Вот. Мы команда. Это сейчас вы или это ощущаете внутри самих себя, и тогда вы даже не думаете про что за тем, куда там, и так далее, то, что вы друг перед другом отвечаете. И это не важно, какого размера компания. Я в качестве примера привел Amazon и Google.